всем привет с вами диктофон и сегодня поиграем в игру под названием блунс тд6 и в этом видео мы будем проходить нашего босса и на этот раз он у нас дредблун так что будем приступать но перед тем как начнем его проходить я бы хотел попросить если вы еще не подписались и не поставили лайк пожалуйста сделайте это это будет правда мотивировать меня продолжать снимать для вас продолжать радовать может быть если кому-то это правда нравится и также это поможет продвижению моего канала так и теперь давайте-ка все-таки приступать что у нас тут будет конец дороги в этот раз по ограничениям скорость шаров меньше скорость мог меньше скорость роста вообще на нуле почти здоровье босса уменьшилась и скорость босса тоже уменьшена знаете несмотря на то что дредблун у нас и так супер медленный за то что я вижу владыку плазмы не создать владыку как нам господина глефа не создать так морской наварха создать самолет судного дня создать о мага тоже не создать мастера строителя создать и вознесенную тень то есть у нас есть 4 парагона это вот эти вот как-то самые дешевые у нас отлетели ну ладно берем бенджамина он у нас доступен как у нас тут начальное ограничение все окей давайте идем будем сражаться будем справляться по крайней мере начальное ограничение они как-то немного так настораживают но посмотрим что когда получится потому что я уже немного забыл про нашего дредблун а немного забыл как он проходится для меня знаете каждый раз это как новое у нас они в принципе у нас ведь уже есть сколько блунариус лич вортекс и дредблун получается четыре босса и каждого из них мы проходим раз в месяц в начале этого обновления у нас пару раз был блунариус и потом сбился счет и снова все полетело так что дредблун а мы не видели с вами правда давно может быть месяца два офигеть как-то даже не верится поэтому будем заново набивать шишки учиться всему мы главное что мы просто играем я в любом случае не киберспортсмен я просто снимаю видео как я играю и я надеюсь что вам кому-нибудь это нравится поэтому такие вот дела рассказывайте вы что у вас нового что у вас произошло как прошла эта неделя у меня лично нормально очень продуктивно в плане ютюба вы может быть могли заметить у меня на канале вышло несколько видео прям сколько за эту неделю то уже ведет три или четыре вышло мне даже интересно вот стало но сейчас смотреть не буду открывать их что проверить в любом случае это показатель того что я прям стараюсь и у меня есть еще видео заготовлено потому что пока что мне прям такая вот мотивация 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 стараться еще снимать другие игры потому что все таки надо развивать свой канал развивать свой контент на одной игре к сожалению далеко не уйдешь поэтому вот она улица у нас жара лютая ну как пока что еще не лютая наверное но дома уже прям жарко прям жарко но вроде сегодня грозу обещают но если будет гроза то будет наверное просто душно не станет прохладе будет просто душно и у меня еще кстати одна такая история есть связана с нашим сервером в майнкрафте вот как раз таки есть видео у нас же есть свой сервер в котором мы играем со зрителями и есть одно из последних видео как раз таки где я рассказываю все про проходку все про этот сервер и так что ребят если кому-то интересно поиграть со мной поиграть с другими ребятами то пожалуйста посмотрите это видео там обязательно ну вот я все подробности вроде бы объяснял все рассказывал но если вас что-то также интересует задавать вопросы я буду стараться них отвечать и так вот так как сервера у нас уже больше недели мы там начали точнее открыли энд пошли убивать дракона я только как бы забежал его убивать вместе со всеми мы начали строить мост и но люди по мосту там типа шифтились а я такой подумал да чё шифтится наш побыстрее я как я прыгнул в этот мост я врезался в человека который шифтился и упал в бездну вот представляете битва только начинается люди еще переправляются через мост а я просто беру и падаю ну вот ну как так как так можно было ну я вообще я молодец в этом плане так смотрите у нас тут проблемы с хп так что мы тут добавляем нашего инженера и надеемся что мы сейчас выживем да мы выживаем счастью сейчас надо будет инженера обязательно вкачать потому что ну уже тяжеловато у нас все дефаться но при этом радует что мы нормально все получается пока что проходим под момент я даже засняла видео потому что знаете я хотел заснять как мы его убиваем по итогу я заснял как я несколько раз вдох потом потом я сам был виноват там я добежал такого во все друг ну типа все против дракона там человек целился на дракона а я решил подпрыгнуть под стрелой и мне опять шотнуло это куда что ж такое-то и так всю свою алмазку потерял все инструменты и потерял в этой бездне дом пробежал чтобы успеть заснять это мне там снова уничтожила это куда емая конечно я обида не держу на того человек потому что как бы сам виноват по факту как бы сам виноват так что все нормально живем дальше кстати мне люди очень много дали прям много подарили я безумно благодарен за все это постановили мне алмазку дали там еще дали инструменты конечно иногда я тоже просил сегодня утром мне уже было немного стыдно за это за то что этом попрошайничал так давайте кого так поставим чтобы у нас тут алхимик был ему поставим на прочную и дальше уже сейчас точно я же забыл сказать как мы будем называть банановую ферму в этом видео точно в рандомайзере же мне выпало число 4 а четвертый комментарий это у нас ферма дротиков то есть так вот необычно знаете дротики почему бы нет будем дротики поставлять нашим обезьянам чтобы наносить больше урона даже логику какие какую-то обрели по этому поводу несмотря на то что вроде карта в этом плане даже немного тут удобная в том что мы можем так вот прокачивать и по несколько раз они тут проходят у нас шары так дождя вот это уже много меня пугает лучше нам немного алхимика все-таки прокачать бросает атакуют быстрее вот пускай вот это у нас хотя бы будет так сейчас вроде но действительно получше потому что жить то хочется вот теперь запросто у нас через целых 10 раундов и вот я не знаю чем мы тут успеем за вот эти 10 раундов хотелось бы конечно прокачать еще один завод наших дротиков и хотелось бы еще поставить у нас шаролов все в идеале но тут как-то пока что я бы не сказал что у нас прям большой заработок хотя реально карта такая удобная в этом плане во я тут даже теперь вот продам лучше ой все и шаролов у нас уже есть куда-нибудь вот сюда его поставлю и все теперь мы хотя бы более-менее будем с вами зарабатывать и давайте ка еще поставим ферму дротиков каждый раз забываю как они называются 35 раунд до босса еще целых 5 раундов и это нормально мы наверное еще сможем даже одну ферму дротиков поставить так что будем пользоваться этой возможностью обязательно если есть возможность что-то сделать мы эту возможность используем а тут уже получается смотрите у нас есть семь ферм дротиков и шаролов но теперь знаете я уже так но более-менее спокойно что ли но но все равно как-то это не сильно доверие внушает так тут очень много таких вот прочных идет я что-то боюсь что тут сейчас резко у нас забьется до забилось но к счастью мы нормально прошли так тут у нас скоро уже пойдет дредблун мы будем к нему готовы поставим вот одну липкую бомбу и несколько gross mob наших к не наносит урон тем более тут тут реально удобно что несколько раз они тут будут проходить я блин он такой медленные ведь у нас в этот раз может быть зря я так далеко поставил эти бомбометатели хотя не думаю что все нормально он пошел урон очень как пошел он и продолжается вот так вот еще парочку таких поставим сейчас уже иммунитет к магии конечно уже не так хорошо потому что до бомбометатели ему надо будет еще дойти давайте тут одну убийцу мапу же включаем даже 2 будем использовать дополнительные скил во и сейчас последний класс мы добьем прям ну очень быстро все я поздравляю нас автостарты отключаю пошли уничтожили лучше вот это продам пока что нам обезьяна нельзя так вот прям не нужно лучше мы эти деньги вложимся наши фермы дротиков а деньги то мы тут скопили не маленькие буквально за пять раундов офигеть ой не того то есть несмотря на то что мы еще тратили ведь мы смогли поставить много дротиков дополнительных ферм и убить сама об нам будет но спокойно убивать собственно мало бы еще будем использовать его скиллы автостарт я давайте-ка включу потому что пока что у нас все идет под контролем как-то контроль этот резко полетел она пока живем конечно метки стрелок я на всех случаях тоже вкачаю уже от него не будет но у нас уже сейчас только рынков этих дротиков что как бы регенить хп мы будем очень быстро как мне кажется у нас уже тут так то нормально хотя у нас только почти пятидесятый раунд мы еще можем копить и копить лучше вкладываться копить мы будем наверное по цене раунда 45 до класса так вот сюда конечно я бы наверное вот сюда теперь будем стать наши рынки так как слева снизу мне все-таки больше нравится создавать обезьянополис и найти на этой карте офигеть только пятьдесят первый раунд но не знаю мы хорошо идем с вами или нет так тут у нас что-то очень много компляже пошло тем более керамического вот керамически это уже проблемно так что давайте-ка восстанавливать нашу обезьяна ниндзя все-таки он будет хорошо помогать дополнительный урон и все пока идем дальше этого добра мне кажется нам будет хватать дротики дротики давайте приносите мне побольше денег это казалось бы и так они большие молодцы но это из тех игр где как бы денег мало не бывает да так же и в жизни знаете в жизни тоже тем больше тем лучше тем больше чем больше тем лучше вот так сюда 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 также 55 раунд вот сейчас будет 56 и мы будем уже откладывать деньги я считаю это будет стоить того вот так вот последний рынок дротиков мы покупаем и все копим тут очень много камуфляжа с которым мы не справляемся не справляемся и это не очень здорово так что я бы тут добавил деревню хотя зачем нам тут деревня чтобы у нас больше видео камуфляжа всего и все тут мы еще вот так вот добавим прямо глефа все теперь хорошо теперь откладываем деньги и ждем наш шестидесятый раунд он уже не так далек но все же нормально а по деньгам что-то вы знаете вот мы сейчас зарабатываем и как бы я бы не скажу что-то много мы заработали хотя там еще есть целый раунд впереди слушайте не ладно нормально то есть у нас будет под 50000 по итогу а 50000 мне кажется довольно хороший результат даже больше 55 тысяч несмотря на то что у нас тут уже немного поставлено и прокачано липкую бомбу мы ставим обязательно мне кажется что обычного босса мы также можем забить нашими убийцами мап вполне себе мне кажется вообще без каких-либо проблем правда я бы тут бы хотел их много разместить овощи смотрите мы же наверно можем один уничтожитель вот так вот поставить прям такой жесткий и 2 липких бомбы мне кажется нормально будет экспериментируем все таки мы пытаемся немного что-то новое узнать в этой игре а тут же пока что иммунитет ладно пока иммунитет мы просто ждем также стараюсь центральной рынке сейчас скачать у нас две липкие бомбы пробьют весь иммунитет и тогда уже наши бомбометатели пойдут в атаку они я так думаю готовы все давайте дынь дынь нормально смотрите как быстро щит пробился так тут откатилась скилл то у нас тут вообще просто мгновенно отходит офигеть не прям быстро знаете я думал что мы медленнее будем уничтожать опа все босса нету офигеть реально хорошо сразились так чем бы мне тут теперь заняться вот это бы продала на вот это бы и оставил давайте только наверное готовить наш обезьянополис постепенно я конечно не помню как все тут это работает где вот лучше размещать я помню что просто его в этой стране обычно размещал благо у нас денег ну да вот достаточно много для его функционирования если что будем еще разгон использовать это думаю почему бы и нет так смотрите вот у нас где-нибудь вот тут будет наверное первая деревня или вот так где-то вот тут наверное будет первая деревня получается тут будет 2 сейчас вот ее будем окружать так ладно не будем надо сначала было бы вот здесь все разместить а вторую деревню как основную нашу вот здесь разместим здесь места не хватает да ну слушайте уже раз два три 4 5 6 7 8 9 при этом с разгоном она еще дальше у нас может полететь да она еще вот здесь вот вылетит так что по радиусу так что обязательно мы здесь все вкачаем пока не достает но это нормально это временно хотя даже вот это не достает ладно вот скорее всего вот эта часть не достанет давайте-ка исследовательские лаборатории дротиков разместим прокачаемся вот эти бы наши рынки снес они нам отслужили хорошо но все таки исследовательские лаборатории будут покруче тем более они в радиусе нашей деревне который будет дополнительно много денег нам приносить своим бафом так ну вот точно будет в радиус так что то мы тоже качаем и давайте-ка все начинать автостарт бы я тоже включил я считаю нормально слушайте пока что вообще все хорошо конечно я вот эти две фермы для до исследовательских лабораторий докачаю третью не буду потому что мы потом поставим нашего инженера на разгон и проверим попадает ли это ферма под разгон если попадает там ее тоже включаем если нет то не буду я этим заниматься вот это седьмой раунд время ставить инженера она может даже хватать на него денег тут у нас получается 1050 будет стоить наш обезьянополис да как я и думал не достает слушайте даже 55 так что это мы не прокачиваем мы оставляем и ближе 70 может на семьдесят первом раунде будем наверное вкачивать хотя у нас тут ну реально обезьянополис получается большой очень раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ферм наши дротиков так вот 71 раунд будет и на нем я так думаю мы вкачаем потому что уже и запас денег появился чтобы мы так не на нуле вышли а сразу все нормально было вот здесь я наверно буду строить у нас как его называют а подожди сначала разгон так переразошли вот все теперь нормально создали наш обезьянополис с этим я вас поздравляю теперь давайте линию эту вытащу у нас все было отработано мы что-то могли поставить или у нас тут расстояние большая да у нас там было по моему расстояние большое слишком такого чудо да блин или мы вот как-то так стали сейчас давайте лучше сначала и здесь размещу лучи чего кучу нибудь продадим чтобы переставить мы это себе позволить можем вот давай у липкая бомба извини инженера тоже извини ну все ради денег но липкую бомбу мы вернем потому что она нам тут очень сильно пригодится еще потому что раунды уже более-менее сложные пошли так это я бы тоже у нас сейчас все продал это нам надо докачать вот так даже так не попадает в этот радиус ну ладно здесь у нас будет обезьяне уолл-стрит и пока вот так вот мы пойдем все стартуем мне кажется по заработку должно быть все хорошо даже дротиковый уолл-стрит у нас тут будет ему уже почти на него накопили ну неплохо нормально еще за один раунд все мы его поставили он теперь тут будет очень хорошо собирать как мне кажется туда же разгоним пока есть возможность такая идем дальше дальше качаем исследовательские лаборатории наших дротиков конечно на обычном боссе нам пока что не нужен парагон третьему классу потом мы в этом плане так прям не спешим и кажется у нас все идет под контролем знаешь не сказать что прям все по плану у меня потому что плана то и нету но это не важно это реально не важно туда вот так у вечно не на ту сторону и прокачал хотелось бы дротиковый централ сейчас еще прокачать все сейчас будем копить на него покопим на него и будем уже готовиться к следующему классу думаю все под контролем опа во накопили поздравляю все теперь оставшиеся три раунда будем уже копить деньги на сражение более то что у нас уже появился еще и централ сейчас будем вора гонять наверное надо было раньше его достраивать ладно еще так вот добавлю так что теперь-то заживем у нас хоть и тогда вроде бы уже было более-менее нормально сейчас уже прям так конкретно и собирать смотрите как вот у нас сейчас волстрит собирают держи это посмотреть а но он вот тут чуть-чуть только не собирает то но это не опасно это можно не простить 120 тысяч чтобы нам ставить на прохождение следующего класса конечно я бы у нас поставил мстительного ой как мстительного воплощение ярости я бы поставил потом я бы поставил самолет судного ой не самолета но не что не что я полетел летающую крепость я бы еще мэда бы поставил мне кажется вот этой тема бы нам хватило хотя нам смотрите нам почти даже на прогунах пытается я не думал что мы так много заработаем если честно даже предположить не мог что у нас будет 250 тысяч вот это я понимаю так но нам бы тут еще поставить деревню тут мы сможем продать и поставить сюда деревню мы так не можем к сожалению это мы делаем вот так чтобы наши области ярости мы не могли разместить так а тут тут мы это у нас присутствует летающая крепость у нас тоже присутствует ладно очень уж и надо было тогда мы поставим летающую крепость мы поставим несколько липких бомб чтобы они нам хорошо помогали мы поставим мэда надо прав отсюда чтобы баф был дополнительный и давайте-ка я еще тут размещу уничтожитель моб и несколько убийц моб чтобы они нам также помогали я так думаю что этого нам будет хватать все стартуем пока иммунитет но очень быстро кстати хп сносится так главный разгон туда и юзать конечно когда иммунитет у военных вот это вот прям беда это вот прям будет долго главное просто использовать всякие скиллы и надеюсь что липкие бомбы тоже они стреляют мы 200 тысяч уже накопили как так откуда очень быстро ну и это не радует так щит мы снесли остается ему просто добить это здоровье которое это уже не так долго делается все пошла жара будет намного все быстрее так вот сюда так отставим и добиваем класс ну кстати даже быстро я думал что дольше будет идти автостарт нас отключим поэтому давайте-ка не я это все буду продавать я бы хотел бы у нас вот тут вот разместить наши центральные рынки дротиков он хотя бы вот так вот я стартану чтобы быстрее все шло автостарт надо тоже бы включить и все готовимся зарабатывать большие деньги конечно нам столько прям не надо мне так кажется потому что если я уже все продам нам хватит чтобы поставить парагонов и спокойно затащить как минимум обычного босса целит нам я так думаю у нас бы тоже прям каких-то проблем не было бы учетом того насколько у нас дредблун и так медленный а тут он будет двигаться еще медленнее хп у него поменьше так что в этом плане прям нормально а на элитном боссе тем более мы еще используем ящик хотя бы один сам сложный используйте два я их вот уже наверное как год использую и вообще не жалею потому что ими гораздо комфортнее ты не тратишь куча времени на прохождение босса потому что до этого у меня реально какой-то момент могло уходить по четыре часа на прохождение босса но правда у меня и опыт игры тогда был меньше чем сейчас но все же я вообще не жалеешь начал использовать ящики так оставшую часть оставшуюся часть карты наверно не буду застраивать так вот мы ее и оставим сюда и готовимся чтобы еще нашел морской наварха создавать мне кажется что было бы неплохо правда даже если мы его поставим то блин тут будет небольшая проблема так как нам надо будет еще какую-нибудь сильную обезьяну другое другого класса например вознесенную тень бы поставить а это будет посложнее но нам бы ее хотя бы первой степени бы сделать то уже будет здорово вот пускай они наносят урон 91 раунд уже у нас сейчас идет 92 даже но зато вот за вот эти 80 за 8 раундов мы получим много денег я так думаю что на 1 парагона нам так точно хватит и на 2 мы почти накопил поставлю чтобы у нас вынесенная тень была не нулевая 5 раундов но уже 4 я пытаюсь и прокачиваться и ставить и смотреть я не знаю зачем нам на 2 парагона к сотому раунду я хочу сделать ну ладно такая хорошая цель это даже для элитного босса будет очень сильно а я это уже хочу поставить на обычном так сюда сюда 99 раунд все смотрите как у нас тут морской наварх давай вознесенная тень тоже давай ну хоть какая-то степень будет уже достаточно 28 даже хорошая сейчас они быстро уничтожит все по плану все запланировано все распланировано а если мы еще поставим самолет судного дня на 120 раунде то там вообще будет жестко мне так кажется уже если так смотреть все очень хорошо так сюда все ради нашего самолета а я подумал что мы не докачали это баг 106 раунд нормально еще есть время хотя даже сейчас элитный босс начнется мы уже будем ко всему готовы он даже на самолет хватает ну вот здесь немного по продавать я фантомов поставил побольше все ради степени даже если денег чуть чуть поменьше заработаем невелика беда мне все равно так кажется что когда мы закончим сражение с боссом нам покажется что мы заработали очень много денег я в это верю это уже в принципе вижу как много мы с вами заработали туда туда все видят камуфляж я не понимаю от чего они видят камуфляж от кого это у нас какая-то способность у у кого-то дается это вот прям интересно может какая-то обезьяна ас это дает просто смотрите у нас же тут в радиусе то но никого нет а ведет камуфляж все интересно что это такое так давайте-ка создавать 46 степень хорошая степень большая крылатая обезьяна давайте выбирать ему путь до сюда мне кажется дальше у нас точно босс не пролетит готовимся сражаться оба пошла жара ну сейчас конечно надо подождать потому что все на тень будет немного долго бить зато дальше и то это знаете это долго это очень быстро пролетело все босс побежал за один раунд представляете буквально за один раунд то есть он как стартану на 120 так мы на 120 его уничтожили башен размещено 160 шаров пробито почти 500 тысяч общий урон 11 миллионов сгенерированный денег 5 миллионов 600 тысяч это просто огромная сумма офигеть обезьяна звезда наш морской наварх поздравляю вас обычный босс у нас пройден и очень просто что у нас тут по элитному ну все нормально мечтаю так же все пройти можно так что в следующем видео мы уже будем проходить с вами элитного босса а на этом я буду заканчивать это видео я надеюсь что оно вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал а с вами был диктофон всем удачи и всем пока